Сангейтс 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 Короче говоря, я решил вернуться на свою родину, и я попросил визу, поскольку в цивилизованной страны виза не надо, но выяснилось о том, что в Беларусь виза нужна, как и в России. Говорят, правда, отменят это скоро. Ну, так вот, мне сказали, прежде чем я получу эту визу, мне надо лишиться гражданства. Я спросил, какого гражданства? Американского, что ли? Они говорят, нет, белорусского. Я говорю, как белорусского? Я же не белорусский гражданства, у меня его никогда не было. Не было государства, я уезжал, красный паспорт у меня был. Как я могу лишиться? Вот если вы хотите приехать, вам надо его лишиться. Я говорю, что для этого надо? А надо всего лишь заплатить там 250 долларов, типа такого. То есть, отсюда элементарный вывод. Это все детский сад, рассуждения по поводу лишения или там принудительного и так далее. А это просто элементарно вымогательство и все. Ну, мне ничего не оставалось делать, как заплатить эти 250 долларов. В общем-то, я и приехал в государство Беларусь. Хорошо, продолжим. Ну вот, то есть, моя позиция, если вот рассматривать орбиты планет, то есть, вообще, вот, в принципе, есть такая тема, как кратеры, и она рассматривает каждый период жизни, 7-летний, по соотношению с некой планетой. Например, первые 7 лет – это Луна, то есть, вопрос и опыт обретает человек безопасности и выживания. Второе, там, от 7 до 14 лет – это под Меркурием, когда человек обретает опыт обучения, кстати, логического мышления. И поэтому здесь как раз и объясняется, что до 7 лет взвывать ребенку к его, скажем так, разуму, и когда он что-то поломал, там, или что-то спрашивать, вот, зачем ты это сделал? Он не знает, зачем он сделал, он живет по эмоциями, по Луне, и поэтому обучаться в школу по этому циклу, соответственно, следует 7 лет, когда включается период Меркурия, и человек начинает, ну, скажем так, полноценно, у него уже развиты мозги, относительно развиты, чтобы уже как-то свои меркурианские способности включать. Далее идет период с 14 до 21 года Венеры, то есть, мы обретаем, по мере сексуального созревания, обретается опыт взаимоотношений с противоположным полом, любви, первых заработков. С 21 года плюс 7 лет, 28 лет, там уже Солнце, это опыт деторождения, опыт творческого раскрытия. С 28 лет плюс 7 до 35 лет, это вот Марс, период, когда мы конкурентные способности свои развиваем, то есть, когда пытаемся достигнуть какие-то, ну, в общем, активность такая, собственно, экватор жизни проявляется. Кстати, замечено, что на рубеже 35 лет очень заметно, резко снижаются физические силы, то есть, когда если до 35 лет человек, условно говоря, может ночь напролет где-то на вечеринке пить, гулять, веселиться, то уже после 35, а на следующий день быть, там, как огурчик свеженьким, на работу пойти, то вот на рубеже как раз в 35 лет запас этот, как правило, уже заметно истощается, и человек уже не имеет тех сил, ему надо восстанавливаться, там, 3 дня болеет, образно говоря. То есть, уже вот рубеж, цикл Марса прошел, вот этот физический, и все. А дальше идет Юпитер, то есть, опыт обретения, кстати, в вопросах идеологии, то есть, это вот партии, вопросы религии, вопросы мировоззрения, то есть, это от 35 до 42 лет. 42 лет до 49 лет идет период Сатурна, когда мы обретаем опыт достижения неких целей поставленных в жизни, системности, аскетичности, ну, какие-то вот самоконтроля и планирования своей жизни. И после 49 лет начинается опыт уже невидимых планет, обретаемых, ну, невидимых невооруженным глазом. Это Уран, Нектун и Плутон. В общем-то, до последнего времени, это вот было 10 планет, они описывали продолжительность жизни, среднюю, порядка 70 лет человечества. И когда, я, например, на своих лекциях еще несколько лет назад предполагал, что в связи с приближением эры Водолея будут открыты новые планеты, они как бы этот ряд дополняют, и очень вероятно увеличится средняя продолжительность жизни. Вот мои исследования по поводу планет Маки-Маки и Рида, они как бы выстраиваются здесь в эту, получается, уже не 10-12 планет, это уже как раз по 7, умножить на 7, это 84 года, ну, как бы соответствует современной действительности. Вот, а к чему я к этому подвожу? Я подвожу к тому, что когда мне предлагают какие-то вопросы задают по поводу партий политических, по поводу религий, по поводу каких-либо идеологий на уровне орбиты Юпитера, то я объясняю, что, ну, по крайней мере, сейчас объясняю астрологическими терминами, что моя идеология, это, точнее, мировоззрение находится на орбите Урана. То есть я не, ну, скажем так, ну, это звучит, чтобы их не обидеть, потому что часто люди не всегда понимают этот ответ и думают, вот, человек зазвездился, как мне уже писали, это, как будто там вот он, у него мания величия, он о себе умнит. Ну, такой факт, что я не разделяю, потому что я считаю, что все идеологии разделяют человечество. Вот, смотрите, вот возьмите любую партию, там, ну, партия, да, даже там в Америке и так далее, расколана страна по партийному, расколота. Ну, условно говоря, одни за Трампа, другие за Хиллари Клинтона. То есть объединяют ли партии, скажем, население Соединенных Штатов Америки? Нет, они разделяют его на два лагеря. Вы за красных или за белых? Да, также религии, вы за какую там веру? То есть объединяют они человечество? Нет, они его разделяют. Поэтому, когда мне задают вопрос, что вы за какую там, скажем, вот, за красных или за белых, я говорю, я не за красных и не за белых, я над ними, у меня надрелигиозная позиция, надпартийная позиция, надгосударственная и наднациональная позиция. То есть орбита Урана, сейчас, Майкл, она объединяет человечество. У нее девиз основной – все люди-братья. Если вот так, ну, кратко, в масштабах радиопередачи. Ну, вот так вот. Да, я хотел немножко вернуться назад, когда вы озвучивали семилетние циклы. У меня есть небольшое дополнение. Я хотел вас спросить, а почему семь лет? С вашей точки зрения? Потому что планеты Септенор, семь планет Септенор, базовые, которые видимы вооруженным глазом, здесь такой резонанс, там еще… Это мои исследования, кстати. Нет, есть исследования разные. Есть так называемые фердары и хронократеры, например, в авистийской школе, но там периоды разные. Там дальним планетам уже 14 лет дается и больше. Я же через свою практику, то есть я астролог практик. То есть я смотрю практически, вот реально, почему привел пример с Марсом и так далее, что факты не только у меня, а очень и у многих, именно 35 лет, однозначно заканчиваются марсианские силы. Да, я понял, я понял ваш ответ. Мне, как говорится, понятен. Я хочу просто немножко, что ли, в другую сторону, но это полное соответствие с более тонкими, скажем, энергиями, материями. Я говорю вот о чем. Я говорю о чакрах, и мы знаем, что такое чакры энергии. Первое, да, каждые 7 лет наши клеточки, так сказать, обновляются, и мы получаем абсолютно новое тело. Просто этот процесс происходит очень незаметно, и мы его, естественно, не замечаем. Так вот, что такое 35 лет, к примеру, да? Значит, если мы возьмем первые чакры, первые 4, точнее, значит, пятая чакра, шестая чакра, седьмая чакра, то есть вот здесь вот находится чакра, которая горло, которая вишутха, ну, неважно, как они называются, но начиная с этого, то есть 4 на 7, 28, 28 на плюс еще 7 лет, это будет 35. То есть вот эти три чакры считаются высшие чакры. Вот эти высшие чакры, они уже отношение достаточно слабое имеют к физическому телу, хотя все-таки это еще центр энергии нашего физического тела. Вот за пределами седьмой чакры, то есть краун-чакра, это уже, так скажем, будем говорить, уже более серьезная человек, открывается вот эта темечка, открывается способности, ну, очень и очень серьезная. И вот здесь как раз полное соответствие, то, что вы говорите, и вообще число 7, это сакральное число считается, и действительно 7 видимых планет, ну, я имею в виду, скажем там, не западную астрологию, будем говорить, а восточную астрологию, 7 видимых, парочку невидимых, сейчас мы не о них говорим, но, тем не менее, полное соответствие с тем, что вы говорите. Вот это, так сказать, небольшое дополнение, которое как раз-таки укладывается в эту концепцию. Ну да, там еще подпериоды идут как раз по этим планетам Септенера, они тоже, а рассчитывается больность, ну, как бы я их рассчитываю по статусу планетному, у меня есть своя, выступления мои были по афетике планет, еще в 2012 году я в Вашейка выступал на конференции, у меня на сайте, кстати, есть расчеты. Ну, это так, кто интересуется для тех, поэтому, в принципе, да, такие, ну вот, именно вот я вот эти, такие закономерности нашел, я не претендую, что это истина в последней инстанции, просто вот я придерживаюсь такой позиции, потому что она мне объясняет многое, вот эта техника прогноза, если когда анализируют, допустим, кого-либо, она объясняет, скажем, какая волна идет сейчас у человека. Также я хотел сказать по поводу того, что такое немножко, вот по поводу, вот как раз вот орбита Юпитера и орбита, скажем, Урана, то есть, если орбита Урана, это как бы возрастная такая тема уже за старше 49 лет, то есть, человек уже как бы по сроку, как это армейским таким термином, по сроку службы уже ему положено, скажем, тот урок проходить, то орбита Юпитера, она для более, для более молодых, ну, относительно, то есть, это 35-42 года, ну, 36-42, поэтому период здесь такой, что если человек даже перерос этот уровень, а остался, скажем, вот на уровне Юпитера, то есть, живет, скажем, в вопросах, то есть, его мировоззрение делится на уровне, ты за белых или за красных, то есть, это в некотором роде объясняет его отставание от общего урока, либо молодость души, скажем так, когда он еще там, ну, скажем так, на этой орбите этой планеты, ну, скажем так, застрял или как-то, какое слово уместно здесь сказать. Опять же, это моя точка зрения, и это никого не оскорбляю, просто это как бы вот эзотерический такой вот подход по орбиту. И я уже много раз говорил, что так как Уран – это первая из невидимых планет, то есть, как бы открывает эзотерические знания, Урану соответствует астрология, то перед тем, как изучать какие-то эзотерические науки, астрология – это первая наука, которую следует знать всем, кто на пути, скажем там, эзотерического развития своего идет. Дальше уже следующая орбита Нептуна, то есть, всякие там гипнозы идут, там, что там по Нептуну, управляемые сны и прочее, прочее, прочее. То есть, это тема уже Нептуна. Плутон там уже дальше идет уже управление крупными энергиями и прочее, прочее. Поэтому, почему так? Потому что, чтобы не наломать дров, я уже объяснял это и рассказывал про примеры метров из Рейки, которые умирали от онкологии, лечили от онкологии других, а сами уходили жизни от онкологии, по причине того, что каждый день по 20 человек прием был, а каждый день нельзя лечить. Есть наказанные люди, которые, я уже так и объяснял это, которые, например, в прошлой жизни были, например, каким-то мучителем в Бухенваде или каком-то концлагере, избежал наказания, уехал в Аргентину, дожил до 90 лет, ушел из жизни, рожается здесь ребенком с какими-то болезнями врожденными. То есть, ему он все равно как бы Бога не обманешь, законы кармы эти. Ну да, кстати, нацисты, те, которые избежали Неверберского процесса, они некоторые, да, они переехали... Ну, известный факт, что они, да, доживали там в Аргентине, в Америке, да, в Афралии, да. Там есть примеры, которых там поздние годы, там чуть ли не 80 лет, депортировали в 90-е, но это единицы. Большинство из них ушло из жизни, скажем так, на пенсии в обеспеченной старости своей. Нажитой, скажем, на горе миллионов-миллионов жертв в Европе. И вот поэтому вот эта душа воплощает, а не воплотиться она не может, потому что это, скажем так, она как в школу поступила, ребенок, то есть он не прийти на следующий день, там, или после каникул, следующий класс обучения, он не может, он как бы уже там, уже обязан, скажем, учится там, то он приходит с какой-то отягощенной, с какими-то хвостами еще с прошлого года не сданными экзаменами. И это здесь выражается в виде каких-то болезней, в виде каких-то страданий. Естественно, родители этого ребенка пытаются как-то вылечить, как вот несчастный ребенок родился с этими проблемами. Но все в высшей степени справедливо. То есть если мы, у нас какая-то проблема, то виноват в этом не кто-то там, а именно мы. Значит, мы посеяли это, мы пожинаем это. То, что мы этого не помним, как говорил мой сержант у меня в армии, вот сержант запомнил нас, говорит, это ваше личное горе, товарищ солдат, понимаете? И никого это не волнует. Значит, вы ошибку совершили, вам за это отвечают. Поэтому вот эти люди наказанные, они приходят в определенные дни на прием. Обычно это вот именно в дни затмений, как правило, они попадают. Почему я, допустим, не веду приемы в дни затмений, и уже как бы есть такой горький опыт, когда был, попадались такие люди, и там их просто, как я пришел к выводу, ну вот они им приспичивают, как всегда, вот еще вчера надо было им срочно в дни затмений, ну там и так далее. Кто имел, либо имеет представление. Есть так называемые сатанинские дни, 4 дня всего в месяц, которые тоже в эти дни эти люди, правило, притягиваются. А какие, скажите? Ну 9, 15, 23, 29 лунные сутки. Вот. И то есть это такой период, когда они, ну когда, грубо говоря, между Солнцем и Луной напряженный аспект идет. Там либо 90 градусов, либо 180, либо уже перед новолунием. Вот. Такова жизнь. То есть, и поэтому здесь во все дни всем подряд помогать, тогда будешь, скажем так, нарушать божественный план по обучению человечеству. Человечество обучается, в том числе через страдания. А какой-то там пан доктор говорит, давайте не будут страдать. А он там нагрешил, он там поубивал 100 человек. Давайте, он не будет за это наказан. Он не раскаялся. Раз нет, тогда кто-то же все, здесь же как физика, энергия никуда не уходит. Ты забрал с него эти, ну, наказания, так повесил на себя. Ну, не ты, не хочу персонифицировать. То есть, именно тот человек, и все. А как тогда отнестись к священникам, которые приходят к ним, прихожане, исповедоваться, и священники отпускают грехи? Ну, исповедоваться, это как раз и есть, ну, по крайней мере, скажем так, для человечества, которое не может как-то по-другому, скажем так, стирать свое прошлое. Это и есть коррекция своей кармы, если таким языком. Простите, позвольте, точнее, с вами не согласиться. Почему? Мы не можем стереть прошлое, мы не можем стереть следы своей кармы, и карму вообще. Мы можем сегодня создавать, называется прарабха карма на санскрите, это то, что к нам пришло за наши, скажем там, какие-то прегрешения. К нам пришло вот то, что к нам пришло. А вот если мы сегодня будем создавать свою новую карму, это да. То есть, никто не вправе нам, еще раз, это точка зрения вед, я могу сказать мое мнение, но я просто озвучиваю не от себя, а озвучиваю, как это говорится там, в священных трактатах. А как к этому относиться, вопрос другой. Верим мы в это, не верим, вопрос другой. То есть, да, раскаяние без сомнения надо, но на будущее, да. Мы раскаиваемся, но сегодня мы будем нести, так сказать, свой крест. А что делать? Ну вот, вы озвучиваете, Майкл, как раз вот восточную, скажем так, точку зрения на нашу жизнь. Существует еще западная эзотерическая традиция, и существует традиция, так называемая персидская, либо посередине, где Россия, кстати, находится. И она другую крайность, кстати, имеет о том, что человек свободен в своем, и у него свобода воли, и в таком духе. Я придерживаюсь нечто такое ближе к буддийской теме. То есть, когда есть карма, которую нельзя совершенно верно, мы не в полномочиях как-то корректировать, а есть карма, которую мы можем корректировать, и все зависит от нашего уровня духовного развития. Чем ниже уровень натива духовного развития, тем меньше у него полномочий. Чем выше, тем больше. Безусловно. И есть такие нативы. Тут я с вами согласен. Персонаж, как Иисус Христос, который, собственно, этим и делал. То есть, он менял прошлом, списывал, стирал грехи человека, и в результате, в настоящем пропадало кармическое последствие в виде болезней. Простите, но это был Иисус Христос, который имел право, как минимум... Минуточку, минуточку. Это мы уже говорим о том, что уровень духа, который не только себе корректировал, а и другим, то есть, влезал, скажем, в другую программу его, кто окружал. А мы же говорим о том, что мы, хозяева своей судьбы, если мы уже по карме заслужили понимание науки такой, как астрология, я прошу заметить, что это меньшинство человечества это понимает, большинство не понимает это, поэтому большинство, естественно, фатальная жизнь. То есть, она, ну, скажем так, ну, они, короче, не управляют своей судьбой. А я как раз вам говорю об этом, что затмение, например, когда нам дается возможность, то есть, уже, веды когда были давны? Вчера, позавчера? Давно. Но сейчас человечество другое. Оно не такое уже, которое было, каким оно было, стоили 200 тысяч. Я не говорю, что хуже, лучше, оно другое. И для каждого времени свои предметы, как в школе. Вы, когда учились там год назад, два, ну, не вы там, какой-то ребенок там сейчас учится, у него один набор предметов, у него одни контрольные работы, один уровень знаний, через год, через два у него предметы увеличиваются, у него появляются новые книги, у него появляется новый источник информации, он становится более зрелым, более умным, более начитанным. У него, у ребенка, он более, ну, как бы, даже в школе физически больше голова становится, мозг имеет там больше объем. То есть, это уже другой человек по отношению с тем. И быть, вот, скажем, жить в том, что, а вот в первом классе мы учились по букварю, и вот в букваре написано, там, мама мыла раму, да, написано, кто же против этого. Но мы же уже не в первом классе, поэтому не соглашусь с этой точки зрения. А вы знаете, мама мыла раму, о чем идет речь? Не отверной раме, извините. Не отверной раме. Арама, арама это рамачандра, это вообще-то говоря, бог. И мама его просто мыла, да. Да, да. Ну, это я, кстати, сам относительно не там. Это интересно, да. Интересная, да, интересная вещь. Азин, мама, почему мама мыла раму, а не мама мыла, там, я не знаю, можно рифму, конечно, придумать, я понимаю. Но в данном случае, мама мыла раму, звучит очень неплохо. Ну, там, вроде, букву R, или там, звук А, там, вроде, как-то, не помню, какой-то повторяется. Но я не буду сейчас пронесить мантру, но это рама. Я, кстати, был в Индии, я был в этом месте, я был в этом месте, где рамачандра. Более того, я был даже, знаете, где, когда было сражение с раманой, когда была известна история, это Кадасита и рама, да, знаете, это когда похитили Ситу, Ромаина, древний эпос. Вот, я был на самой нижней точке Индии, это, вообще-то говоря, экватор. Вот там, более того, там еще коса, туда входит очень, ну, один автобус ходит в день, будем так говорить. И вот с этой косы, более того, мы прошли чуть ли не до конца этой косы. В общем, короче говоря, до Шри-Ланки, потому что там был построен мост, сейчас не буду вдаваться в эти детали, и Хануман там был, который помогал. Да, они же там с этим, с Шри-Ланки, с этими воевали там. Да, да, там основал, да, там как раз свое убежище было у этого демона. Равана, да, Равана. Кстати, об этом есть очень много вещей, потому что он в свое время понастроил на земле, чего этого не знает, какие-то такие излучатели, которые, в общем-то, ну, это уже эзотерические такие вещи, которые могут влиять на умы людей, и, в принципе, это было, они были действующие. Более того, считается, ну, опять же, никто не знает, где они находятся, но считается, что, в общем-то, да, и Гитлер-то, собственно говоря, искал, да, и Сталин искал это все, и многие люди искали это, это универсальное оружие, которое можно получить, скажем, весь мир подчинить себе, ну, демонические все эти вещи. Ну, так сказать, мы отвлеклись немножечко, продолжим. Ну, вот, собственно, я к тому говорю, что мы, на сегодня человечество находится на том, скажем так, прогрессивное человечество, которое духовно стремится к духовному развитию, готовится пройти урок перехода из эры Рыб, эры Водолея, у него несколько иные сейчас полномочия и возможности, и знания. И я бы сказал, ну, в частности, это называется энергоинформационный обмен, то есть, коррекции своей прошлой. Да, есть, кстати, научные подтверждения, есть факты исцеления от каких-то вроде бы невозможных болезней, даже вплоть до того, что вот брали анализ крови, берут анализ крови, кровь на анализ, формируют, то есть, делают ее анализ, работают по изменению прошлого, ну, там, стирают, как по принципу ленты, грубо говоря, негативные события, человек осознает это, как бы пускает в материализацию, берут повторный анализ, кровь другая. Понимаете? То есть, это не то, что, ну, имею в виду, там уже какие-то, то есть, уже поменялись эти, ну, показатели крови другие. То есть, вот, период, там, проходит какого-то времени, там, в течение дня, и это есть исследования такие, это не просто, там, фантазии, выдумки, или на уровне «я чувствую, мне кажется», то есть, это есть исследования на это. Их проводит, кстати, вот Виктор Огошкин есть такую книгу, написал «Инеология». И поэтому я хочу, вот, как бы дальше, что именно затмение, это как раз период, когда можно корректировать карму свою. То есть, когда мы можем исправлять те ошибки, которые по судьбе мы сделали. То есть, они были фатальны, мы не могли отвертеться их, то есть, мы прошли, чтобы обрести этот опыт, но осознание того, что это, ну, скажем, ну, совершил глупость, там, оступился, что-то там, пиво выпил, там, ну, кто-то, водку там, или кто-что. Оглядывается назад, ёлки-палки, плохо поступил, давайте как-то надо избавиться. Как? Стираю, этого не было, формируем, там, занимался спортом, то есть, записываю новую, как бы, запись, как на магнитной ленте, осознаю, прочувствовал, я это, кстати, рассказываю на своих лекциях, как это делать. И здесь кратко объясняю, что сам факт, может человек сейчас корректировать свою карму, но в рамках, масштабах того, полномочий своих. То есть, он не может, скажем, изменить, там, скажем, судьбу Федеральной резервной системы, там, или, там, Центробанка какого-то, да, ну, что ли? Да, да, это всё есть такое, более того, мы знаем очень много случаев, когда человек излечивался, ну, без научных исследований, он просто молился, и с помощью, действительно, реальных, ну, мантр, молитв он очищал, и он менял вещи. Интересный пример, я его уже приводил, я сам его читал у Сергея Николаевича Лазарева, «Диагностика кармы», многие, наверное, читали эти книги. Он описывает случай, когда он поехал к своему брату, а брат был врачом, и это было в Сочи, а в Сочи в то время находилась здравница членов правительства, то есть, там очень высокие чины лечились, и там были врачи, которые, ну, так скажем, величины были очень серьёзные. И вот так получилось, что он, брат ему порекомендовал сдать на исследование, там, какие-то вещи, он сдал, и выяснилось, что у него меланома. Он это описывает в книге, и он спрашивает у своего брата, как шансы есть, он говорит нет, ну, или мало, там, я не знаю, я не помню. Короче говоря, поскольку Сергей Лазарев сам обучает людей, он знает, о чём идёт речь, он стал, он понял, что тело не спасти, а можно спасти душу. То есть, он прекрасно понимал, что такое карма. Книги называются «Диагностика кармы». Короче говоря, он стал молиться, молился, 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 приехал к себе в Питер, тогда это был Ленинград, естественно, пошёл в онкоинститут, отдал, точнее, те же самые анализы, и сказал, или нет, новые, я не помню, короче говоря, что там, как там было, и когда он пришёл за ответом, мы ему сказали, ну, идите, всё нормально. Он говорит, как всё нормально? Ему сказали, а что вы хотели, у вас всё абсолютно нормально. А он показывает результаты анализа, причём там был консилиум, это не был один врач, это был консилиум из нескольких врачей, причём очень и очень серьёзных врачей. И не было никаких сомнений в том, что диагноз был именно такой. И вот, понимаешь, вот так вот оно всё произошло. Таких случаев очень и очень много, опять же, можно привести случаев таких целительных способностей у такого человека Джанавга, Джонат Бога, Жоау, который не имеет никакого отношения к медицине, вообще-то говоря, но, тем не менее, случаи такие и есть. Да, можно изменить это без сомнения, но какие-то, как вы правильно сказали, глобальные вещи, более того, стереть это невозможно, и человеку придётся, ну вот как военные преступники, вот вы сами говорили, то есть... Но они не раскаивались, вот в чём дело, они тоже, по идее, могли бы... Кто это знает сегодня. Да, но это уже их проблемы. Да. И ещё если продолжить, просто чтобы время идёт, я хочу сказать, что ещё вот моё позиция, например, я уже это озвучивал, но именно вот как преподаватель астрологии, то есть я стараюсь, по крайней мере, моя цель, чтобы мои ученики превзошли меня. То есть я, наоборот, я очень радуюсь, если кто-то из моих учеников там какие-то научные открытия делает, и мало того, станет широко известным там, либо очень супер-пупер-профессионалом в какой-то сфере жизни. Просто есть вот две категории, опять же, астрологических школ, одни, скажем так, в вагоне, в Титанике, правильнее сказать, эры, рыб плывут, уходящие, да, там в ресторане там веселятся, да, в Титаника, в закрытом причём снаружи, да. А другие вот как, ну, по которым, по крайней мере, я стараюсь как бы соответствовать, которые, наоборот, я, допустим, смотрите, в чём ещё разницу могу сказать, что вот тех, которые вот соответствуют, резонируют эпохи рыб, там не, допустим, не разрешают своим ученикам учиться в других астрологических школах. То есть такое некое сектанство такое, знаете, вот, астрологическое, если это уместно такое. Я когда сталкивался, причём это я не просто выдумки, я же, ну, общаюсь с людьми, мне говорят, да, мы вот тут 7 лет учимся, и нам запрещают, я говорю, вы же свободные люди, есть интернет, кто знает, что, то есть вот так вот, то есть такая рабская, ну, понятие, но с рабским вот этим психологией такой, безусловно, что будет притягиваться такой же и учитель, как бы рабовладелец такой, если так это сравнить, то есть когда готов ученик, готов и учитель, есть такая поговорка. И я, наоборот, своим, например, ученикам говорю, учитесь во всех школах, какие только найдёте, какие позволят вам, судьба даст возможности, там, финансово или какой-то, или по времени, либо умственных способностей, чтобы вместить, потому что во всех школах есть своя изюминка и свои заблуждения. Но вам надо научиться различать их, где правда, а где ложь. То есть через практическое применение, а не верить авторитетам, что вот у него как... Кстати, сегодня день рождения Леонида Ильича Брежнева, между прочим. Ну, я, да, я знаю, да, я об этом буду делать. Мы сейчас закончим, я буду делать программу нумерологическую свою, 19-е число, да, день рождения Брежнева. Так вот вспомним, просто Брежнева вспомним, знаете, классический... Давайте я просто напомню, да, я прошу прощения, я напомню нашим радиослушателям о том, что мы беседуем с Андреем Бухариным, профессиональным астрологом, руководителем астрологической школы, который не придерживается принципов. Вот это моё самое лучшее, я обучаю, я самый лучший, так сказать, преподаватель. Поэтому вы, поучившийся у Андрея Бухарина, можете свободно идти учиться в любую другую школу, и он... Мало того, я призываю, учитесь везде. И более того, потому что это как старость по-водолейски, то есть свободно. То есть именно когда человек, он свободный, у него нет комплекса неполноценности, либо чувства вины. Потому что, вы помните, как Конфуций говорил, что если вам вменяют чувство вины, они жаждут власти над вами. Это как раз эпоха рыб, вот тайная, там две планеты, и Нептун с Юпитером, то есть когда тайная власть, то есть управление через подсознание, что вот видите, ты должен, ты виноват, вот теперь давай вот типа отрабатывай там, знаете, вот... Да, Андрей и я, у нас остается, ну, может быть, минут пять до окончания нашей программы, мы немножко позже начали, ретроградный Меркурий. Вы хотите поговорить об этом или вернуться к незабвенному дорогому Ильичу, имеется в виду Леониду? Леониду Ильичу. Ну, во-первых, я просто его вспомнил как юпитерианский экипаж, потому что если человек апеллирует к тому, что вот смотрите, сколько там героев Советского Союза, четырежды, да, он был или сколько, и поэтому он супер там какой-то профессионал, я говорю, отнюдь не так, жизнь показывает, что есть очень известные медийные фигуры, ну, допустим, это Юпитер, кстати, то есть именно, но уровень профессионализма, например, в прогнозе того же победы Трампа, отнюдь, ну, скажем, где? Это уже Сатурн, это уже другая тема, понимаете? То есть не факт, что они, ну, как бы, я никого оскорбить не хочу, я просто объясняю вот разницу, понимаете, в чем? Просто по судьбе хороший Юпитер, поэтому человек будет известным, по-популярному там, а как профессионал, индивидуал, может, не такой сильный человек, и это, ничего в этом такого постыдно-зазорного нет, просто мы говорим о том, что когда вы, я вот, как бы, когда люди учатся, то и в соответствии идет резонанс, притягивается к чему человек, он знания хочет получить, или, ну, хотя каждому свое, я скажу, надо человеку пройти этот опыт, значит, это его путь такой, просто я, моя позиция такая, что я, допустим, не дай бог, чтобы у меня там, мои последователи были какую-то секту, там, сделали астрологическую, то есть, я оборот, водолейский типаж такой, свободные люди, свободное общество. Давайте, да, давайте мы тогда перейдем к делам насущным, наше время, наше время, да, 19-го, если не считать, что там сегодня родился Леонид Ильич Брежнев, об этом я буду говорить в своей программе, есть числа, кстати, эти числа, нумерологии, в нумерологии это считается мастер число, числа и кармические числа есть, 11-22 это мастер числа, 11-е число и 22-е число это серьезные числа, вот, ну, возьмите Ленина, допустим, того же Ильича, ну, там много, да, там много, ну, знаете, есть анекдот, а что, зовите меня просто Ильичом, говорил Брежнев. Так вот, 16-е и 19-е число, вот два таких числа, числа, которые, кармические числа, мы сейчас не будем в этой программе говорить, давайте мы начнем с ретроградного Меркурия, в течение трех минут, вы расскажете, чего не надо было бы делать, нежелательно, мы встречаемся только, теперь, 26-го числа, это будет уже после Крисмос, после Рождества, ну, вот, с этого сегодняшнего дня, по следующий понедельник, ваша рекомендация, пожалуйста. Ну, из материального плана, в период ретроградного Меркурия, до 8-го января 2017-го года, не рекомендовано приобретение нового автомобиля. Продавать можно, кстати, выгодно даже, а приобретать нет. Вот если так, такая тема, допустим, хорошо учиться в это время, то есть, ретроградный Меркурий, он хорош для обучения, для исправления ошибок, для наведения порядка в бухгалтерии, в каких-то, где вот надо записи, ты там сайты свои редактируйте, то есть, и сейчас, кстати, уже за несколько дней, уже до разворота, уже такая энергия пошла, что ты начинаешь что-то по сайту там копаться, ой, на ошибки находишь, там целый год висела какая-то грамматическая ошибка, ты ее не видел, сейчас нашел. То есть, мы исправляем все ошибки. Ну, время, в общем, корректирует свою карму. Исправление ошибок, ну, по такой аналогии вот, вот так вот. А так, нормальное время, в плане, что люди ведь рождаются с ретроградным Меркурием, кстати, с ретроградным Меркурием шикарные писатели, что не писатель, то ретроградный Меркурий имеет, вот, поэтому нельзя сказать, что ретроградный Меркурий какое-то горе там, нет, просто это инское проявление, то есть, он не янским, не первым проявляет свой талант меркурианский, а как бы по-женски, а посредственно. Ну, я имел в виду, когда говорил о том, что происходит сейчас в наше время, это не обязательно, это должен быть ретроградный Меркурий, который, ну, есть и есть. А вообще, какие тенденции этой недели? Ну, эта неделя, во-первых, ингрессия солнца в козерог, который отмечен в разных религиях, как праздник, причем, даже сейчас и еврейский, там, ханука, или что, как он там правильно называется, да, и этот, и католическое Рождество, то есть, они в этот период как раз сейчас идут, то есть, вообще, вот этот я как раз рассматривал, то есть, ну, в принципе, вот 22 числа, между прочим, как раз будет 23 лунные сутки, вот эти, про которые я вам рассказывал, что вот если какие-то, не дай бог проблемы, там, ну, короче, негативного характера, они обычно происходят в это время, потому что это время идет темным силам, как бы, ну, по нумерологии, да, по нумерологии, вы знаете, 22, это Рахун, четверка, вместе, если просуммировать еще и 12 месяц, то это будет Кету, то есть, и речь идет о Уране и Нептуне, и это 22, то есть, короче говоря, полный раздрайв, может быть, 22 числа, в то же время, эта энергия очень серьезная. Тут, как бы, я бы не сказал, тут даже, знаете, когда, в первой половине дня, то есть, вот до двух часов дня по-московски, вот он, как бы, этот период опасный, кстати, для ДТП и так далее, а вот, в принципе, конец недели, он неплохой, пятница и суббота, я вот смотрю, за исключением, скажем так, кризисного воскресенья, по причине того, что даже с воскресенья на понедельник, вот это время такое, ну, посмотрим. Следующий кризисный период, это 28 число, как раз было 29 лунные сутки, вот если мы их озвучивали, ну, и Новолония будет 29 декабря, в 9.53, в принципе, неделя такая, не смертельная, в этом плане, но я уже рассказывал, если вот, как бы, глобально, такие, как бы, меж, как это назвать слово такое, ну, данные, скажем, прогнозы, то есть прогнозы, связанные с межгосударственными отношениями и прочее, то на разворотах Меркурия часто бывают изменения в договоренности, и, кстати, вот сейчас какие будут законы приниматься, они будут все пересматриваться потом, на ретроградной Меркурии, они до конца не получается их довести, вот сейчас внесут какой-то закон, давайте рассмотрим вот этот закон, давайте, увидите, потом бац, а, что-то мы, и как раз закон еще там, на какое-то время, потом назад, вот тут более, у нас, вы знаете, у нас, к сожалению, нету время больше, я, мы, наверное, продолжим в следующий раз, сейчас идут очень усиленно, муссируются, какие-то такие, ну, это не слухи, а какая-то чушь полная, с моей точки зрения, но, всякое бывает, как говорится, о том, что выборы, которые были, в результате которых электронные, имеется в виду, голосования, это было сайбер-атак русских, и Трампа избрали, избрал Кремль, так как говорят, более того, более того, я где-то получил, да, я где-то получил, потому что, скажи мне, кто твой друг, да, знаете, как это, да, он, кстати, в дебатах, я был свидетелем, он очень хорошо отзывался, и говорил о российском президенте, это настолько умеет, умнейший, мужик, посматривая каждый раз на нее, что там, типа, там тебе, там, вообще там даже, ну, знаете, я, но у нас нет времени, к сожалению, давайте мы следующий раз, нет, показано, у Трампа у него сейчас хороший период идет, при крайней мере, у него сейчас транзитная петля Юпитера, Юпитера, по Юпитеру тренинг солнцу, поэтому, ближайшего, в начале года, по крайней мере, по инаугурацию, и, там, несколько месяцев после, у него, вряд ли что-то его, ну, скажем, там, подвинет, или, там, не даст ему, инаугурироваться, да, вот, конец года, у него отрицательный, да, мы как раз, и причем не только у него, у его этого зама, как раз я вот на Новолуднии рассматривал, на своем, вот в этом, раз в месяц, вебинаре, мы более подробно это рассматривали, я там демонстрировал, объяснял, именно показатели астрологические, у Хиллари Клинтона, у ее зама, и у него, то есть, там, прямо видно, что вот половина, то есть, до осени, до лета даже так, у Трампа, ну, может быть, что смена произойти, осенью, после, там, она будет не столько, как бы, физическом, ну, скажем там, уход из жизни, сколько именно, вот, юридически, что-то они там накопают, но это только осенью, вот, но не сейчас, то есть, потому что я уже говорил, что, хотя, я склоняюсь к тому, что все-таки, они не смогут это накопать, но, как-то, история, понятно, то есть, если, какие-то там, силы, слушают нашу программу, и мнение Андрея Бухарина, которое, кстати, руководство радио не всегда согласны с мнением гостей, выступающих в эфире, услышит, тем не менее, о том, что все в порядке, ну, это, наверное, принесет серьезное облегчение для тех людей, которые говорят совсем противоположное, дай бог, дай бог, то есть, мы за мир, так скажем, во всем мире, да, да, Андрей, спасибо большое за интересную, как всегда, программу, дорогие друзья, спасибо вам о том, что, за то, что вы были с нами и слушали нас, ну, и эта программа записывается, будет выкладываться в YouTube, сегодня, пока YouTube доступен в России, говорят, что там, что-то такое, там, будут какие-то меры приниматься, но, дай бог, не будут, тем не менее, значит, YouTube и Facebook, и это тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com, это sungates108, это наш Skype, ну, телефон тоже лает, 1847-226-9956, меня зовут Майкл Мелехов, на связи была Москва, и Андрей Бухарин, руководитель астрологической школы, и совершенно замечательное собеседование, с которым я с большим удовольствием беседую, спасибо. Взаимно, всего хорошего вам, желаю здоровья, счастья, удачи, успехов, всем слушателям, радио Sungate. И счастливое Рождество, поскольку, те, кто отмечают, конечно, ингрессии, а что, это астрологические ингрессии, солнце в козерог, это, собственно, другими словами называют. Да, только по одной причине, поскольку мы встречаемся с Андреем Бухариным, если не будет каких-то оказий, 26-го, 26-го числа, да, если будут какие-то специальные выпуски, может быть, всякое бывает, то мы обязательно об этом объявим. Да. Хорошо. До свидания. Все. Успехов, здоровья.